Итак, обрезаем розы, потому что это вьющиеся розы, уже разрослись, развалились, тут еще есть пупушки, поэтому не все отрезали, обрежем потом уже, когда отцветет полностью, под корень, будем рубить под корень! Да? Хризантемы, обожаю их, кто-то не любит, как они пахнут, а я обожаю, очень любимый мой запах! Играйся! Поля, как это пострыгти Павла, не знаю уже! Ну, невозможно! Ну, хотя бы чуть-чуть, вот так вот, трошки... Надо как-то уговорить мороженого купить, может там, я не знаю, и сказать... Не надо, так вот, взял ножицы, раз, раз, текал, тут так вот... Надо как-то заманить, чем-то... Может прокатать на машине... Ну, что-нибудь, ну, короче, что-нибудь такое, да, надо! Мы поедем! Да! Попробуем! Ну! Ладно, пойдем в огород, покажу, что мы сделали в огороде! Картошечку выкопали! Все собрали! Спалили! Паш, не бегай аккуратно! Спалили! Я надеюсь, что вы понимаете мой язык! Я говорю на нашей, на тросянке, на белорусской! На диалекте нашем, в Кажанградоцком! Смотрите! Как вам? Обалдеть, да? Как поутюжили! Вчера мы, короче, сеяли редиску, ой, репу, или как, редьку! Вот так посеяли полностью, полностью, весь, весь огород засеяли редькой! И все это дело тут же сами, граблями! Вчера ночью даже маленький дождик пошел! Это еще тыквы! Точнее, нет, эти кабачки! Вот так, видите, ни травинки нигде нету! Мама, я не знаю как она, она срывает! Мы не кропим ничем, ничем не травим эту траву ничем! Абсолютно мама просто сама ее полит постоянно! Плюс, если вдруг она увидела где-то травинка, которая уже затевела, то есть там есть шишечки такие, да, которые семена созревают, она тут же это уничтожает, выносит, убирает, потому что именно из этих шишечек потом семена, и оно дальше растет, растет, и получается, что невозможно никак выполоть! Так, пройду я здесь, надеюсь, ничего не будет! Тут некоторые сверху лежат, конечно, не все мы смогли загробастать! Вот, тут травушка, муравушка! Вот так вот вышли с братом! Я говорю, пойду поснимаю немножко! Я пошла снимать, вижу, листья нападали на дорожку, надо подмести! Подмела! Потом, смотрю, роза развалилась, мешает ходить! Взяла ножницы, брат тут же присоединился, в общем, начали обстригать розу! И вот, пожалуйста, вышла на пять минут поснимать! Кучу дел переделали, тут же видишь, там еще что-то надо сделать, там еще что-то надо сделать, и вот так бесконечно! Вот так вот, цветочки, смотрите, как будет у нас вот такой сад небольшой! Мама травой не захотела засеивать, говорит, лучше я попробую так! Эти цветы, вот эти кучки такие, они потом расползаются, прям по всей земле ползут! И не дают расти траве, сорнякам различным тоже не дают! Ну как, не на сто процентов, но на девяносто процентов помогают! Надо собрать семена, вот эти цветы! Вот я их все время собираю, мама собирает, я собираю вот эти шишечки, они скоро созреют, и это будут семена! Эти цветы обалденные, они так пахнут! Вот, вот, вот эти, вот эти вот! Они такой аромат дают, вот реально возле них сидишь и просто как будто, я не знаю, в райском саду! Вот, и они очень любят солнце, прям могут, ну, воды и жидкости минимум, и вот именно на солнце даже в 30-40 градусов они реально себя хорошо чувствуют! То есть не то, чтобы там любят тень и все, поэтому под домом у нас они растут прекрасно! Там все время солнце, и им там очень хорошо! Вот, и я хочу, ау, яблочки упали! Вы видите, собрали, у нас они не валяются, мы все тут же собираем! А это очень сладкие яблоки, прям обалденные! Вкусные-вкусные, как будто сахарные! Ой, посижу, что ли, с вами! Немножко, ой! Послушайте звуки деревни! А я похрущу яблочком! Вот, и я! Вот, и я! Вот, и я! Мама меня! Я иду! Ха-ха-ха-ха! Слышь калетку! Как ты меня нашел? Что? Как ты меня нашел? Э-э-э-э-э никак! нет это упало возьми вот же есть одна и вон еще одну я смотрю лежит вон там собираю будешь есть его или хочешь мою навозить поменьше его удобнее будет есть на держи пищево пожалуйста ох а я буду огромное то есть сидеть какой вчера был красивый закат помнишь да не помню как не помнишь мы смотрели с тобой небо красивое такое солнышко розовое такое вчера вечером нет это кузнечики паш дядя коля сказал если ты ему дашь немножечко твои волосики постричь чуть-чуть он тебя на машине покатает и мороженого купит нет он не будет машинкой ножничками чуть-чуть просто вот это видишь на глазки уже прям скоро будет глаза закрывать и плохо будешь видеть не увидишь ничего не нет он тогда не будет катать когда я попрошу меня покатали меня подстрижет меня покатает нет меня не попрошу тебя покатает хочу так я наверное очень громко жую вы видите кружки как ты вчера бегал по огороду босиком да как он здесь носился пока мы сели снялся сандали и просто носился как я не знаю думаю он километров сто наверное набегал здесь так быстро и так удовольствие как козлик подпрыгивал знаете как ребенок вот когда он счастливый когда он довольный вот не просто бежит а он еще такой подпрыгивает тот постоянно так было приятно наблюдать я понимаю прекрасно что в городе ну конечно может быть где то есть такие условия но там где мы вот этого у него не было и даже если ехать на море то все равно у ребенка другой отдых и вот честно не знаю это мое мнение никому не навязываю ни в коем случае не в общем я просто высказываю свое мнение что именно в таком возрасте для ребенка лучший отдых на свете это именно в деревне мамочка когда мы со мной со мной и ты будем идти в магазин что-то купить вкусненькое когда будем а тебе маленько мало вкусненького пашки ешь и ешь вкусненько мне такое сказал хочу пашку купить мороженое но только если он согласится подстричься чуть-чуть а так это дырка что делает где вот это проектор на стену я тебе покажу вечером если не забуду и в общем по поводу отдыха что-то на самом деле для нас пашка и самый классный отдых хотя он такой знаете не совсем отдых немножко и потрудиться нужно но это все в удовольствие потому что даже подожди я знаю проектор что делает проектор делает монтаж от него которого мы делали все еще можем смотреть да точно забыла что хочу сказать ну в общем да здесь вот если брать нас ты меня забыла говоришь да ты меня перебил я забыла в общем по поводу того что здесь у нас например реально все овощи все фрукты ягоды все свое и естественно это все натуральное потому что мы не используем никакие удобрения паша пожалуйста я договорю ни удобрения ничего кроме натурального всего я что-то скажу вы знаете софия в руке бабочку поймала м-м-м ничего себе а потом я хочу подержать и улетела она м-м-м потому что они же хотят домой пойти их домой какой цвет и как выглядит как их домик выглядит не знаю они наверное спят на веточках где-нибудь на деревьях так вот у нас все натуральное и тоже ими пути и мыши так делают у них такая пещера есть и такая полушечка и они так хоп держатся оттуда лапками да и там спят вниз головой вниз головой прямо как кувырок как кувырок да ты кушаешь паша аккуратно в общем здесь все свежее все натуральное воздух и колючее и колючая трава босиком он бегает это очень полезно потому что как вы знаете на пяточках находятся все точки если вы хотите завтра вам могу проголзать если не будет холодно холодно видите у нас уже русско белорусский язык вообще так смешно в общем поэтому вот если у кого то есть возможность какие то есть возможность дачи какие то или еще что то вот реально везите туда детей и пускай они бегают потому что от этого движения от всего у них развивается не только там не знаю мышцы и прочее то есть это и легкие да действительно объем легких увеличивается от того что они бегают вот так носятся и все 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 ну а не боятся чтобы их не растоптали ножкой когда становишься ты можешь их раздавить и вот они убегают они же в травке ты по травке ходишь и можешь наступить на них поэтому они убегают и боятся куська домовой прям уже так оброс ужас ваш ладно вот поэтому мы выбираем такой отдых серьезно прям в кайф в кайф и потрудиться когда поработаешь и ложишься в постель и тем у тебя мышцы все болят такая приятная боль и хотя бы мы на песке спали быть такая боль приятная знаете вот так вот ай ты чувствуешь что ты действительно ты чувствуешь что ты действительно отдыхаешь потому что ты потрудился это в кайф это просто блаженство вот я бочки покажу смотри одно и здесь смотри одно и здесь смотри одно и здесь и чирк дай не камеру я сам смотрите чирк это не цирк это церковь цирк церковь паш что там дел перестань так делать что там делают в церкви листики ну паш не балуйся серьезно когда не знаю амин амин где делают молятся как у бабальна да в турции мечети такие да где дядя песни такие поет молится а у нас в беларуси вот церковь сейчас покажем девочкам только один да только одна у нас в деревне но классная николаевская да и неплохая неплохая нет конечно ладно пойдем уже